Минута славы Да, это так Я тебя поздравляю, ты уже в проекте Ты рада? Очень Пойдем Мы предложили Дарине отложить блокнот, в котором она пишет стихотворные строки и попробовать себя в роли телеведущей Но и здесь маленькая поэтесса не упустила возможности блеснуть своим талантом стихосложения Все, давай, вставай на изготовку Раз, два, три Здравствуйте, сегодня в эфире прогноз погоды Вам представлю его я, Фоменко Дарина Вам скажу сейчас прогноз Завтра дождик из немоз Ветер будет сильный-сильный, несет страну Россию Послезавтра будет снег из ладивостокских рек Метель из морской соли Атакует все Приморье А десятого числа будет на дворе жара Настанет вдруг мороз Заморозит всех до слез Следующим днем гроза Все бежим домой-назад Вот такой прогноз погоды будет с нами в эти годы На сегодня все, до свидания Дарина учится в четвертом классе гимназии номер один Она очень любит читать книги У девочки уже есть свой первый сборник стихотворений Мы решили сделать Дарине сюрприз И организовали ей встречу с поэтессой и журналистом Зоей Нестеренко Которая выпустила уже семь книг собственного произведения Что же скажет она о творчестве юной поэтессы? Напечатано это прямо в этом году даже, да? Ну, прочитай, вот даже загадку прочитаем И попробуем с тобой ее отгадать Деревья белизной покрылись И в белизне они умылись Деревья стали просто смех Кто сделал их такими? Снег, да? Это маме уже на день рождения ты писала, да? Угу Давай вот, наверное, с этим стихотворением познакомимся полностью Попробуй его прочесть Мамочка родная в день рождения Я желаю веселиться допоздна Скушать вкусный тортик и печенье И чтоб в жизни были радостные цвета Чтоб ярче солнышко светило И счастье, и любовь царили И эти все воспоминания мне за всю жизнь не написать С большим я только вдохновением Могу все коротко сказать Мама добро и мама свет Прекрасней мамы в жизни нет Когда шел дождь, лишь для тебя бы тучи расчищались Без ничего, одна б ты в жизни для меня осталась Я для тебя бы ничего не пожалела И только бы с тобой на пышных облаках летела И разреши тебя поздравить с днем рождения И чтоб была ты просто восхищением Скажи, пожалуйста, когда ты пишешь стихи Что тобой больше движет, чувство или мысль? Ну сначала на меня как бы чувство находит вдохновение Я сначала понимаю, про что написать стих Смотря на что вдохновение будет И потом я уже формирую мысль Вот смотри Это Любовь Старовойтова Она учительница русского языка и литературы Она пишет стихи для детей и для взрослых Вот, Галину Николаичук Она даже песни пишет То есть она сочиняет стихи, а потом их перекладывает на музыку А я тоже писала песни Вот, видишь как И Нина Полуполтинных Она сама музыкант Тоже литературовед И вот у нее и проза, и стихи есть Вот, Олег Губанов Это очень известный писатель Член Союза писателей еще СССР И вот есть здесь такой сборничек Парус называется Стихи в этот сборник написала Член Союза писателей России Вера Гундарева Так что ты не одинока Среди артемовских творческих людей Что я хочу сказать о твоих стихах Они действительно хорошие Потому что в них очень такая развитая Правильная, грамотная речь Тебе мама помогает? Писать стихи? Да Я пишу сама Но мама, она мне помогает давать вдохновение Мне вот иногда, когда хочется написать стихотворение А нет вдохновения Я вот просто открываю книжку и читаю стихи И вот там я нахожу слова Или же, когда мне надо будет подобрать слово какое-нибудь Ну, чтобы, вот как авторы взрослые пишут Я же не могу найти таких сложных слов И я беру, открываю словарь Ищу вот, например, синоним, чтобы позамысловать Зоя Нестеренко хорошо оценила творчество Дарины Тепло попрощавшись друг с другом Поэтессы договорились в будущем встречаться в литературной гостиной города Ну что, Дарина, мне приятно было с тобой познакомиться Ты человек думающий И главное, что у тебя есть вдохновение А чтобы твое вдохновение никогда не кончалось Чтобы всегда у тебя все удавалось Я тебе хочу подарить вот такого домовенка На удачу Моя сегодняшняя встреча с писательницей Зоей Иосифовной Дала мне узнать, что в написании моих стихотворений Были, конечно, ошибки Но моя фантазия и вдохновение ей очень понравились Свои недочеты я приму Считаю, что побольше нужно читать ее стихотворений И думаю, можно найти там слова, которые подчеркнут мои стихи А пока участница нашего проекта отправляется на опрос На днях наш город будет отмечать свой день рождения Сегодня я буду спрашивать у жителей, насколько они хорошо знают свой город Здравствуйте! Не могли бы на вопросы ответить? Скоро день города Не хотите на вопросы ответить? Скоро день города Нет, не желаю Наш город раньше был поселком Вспомните его название Семеновский Подсказка Этот поселок был расположен на болотных стопях Они назывались Забунами Забунами Забунами, может быть? В каком году он стал называться городом? Очень сложный вопрос Городом, наверное, стал называться Я думаю, что где-то перед войной Или сразу после войны Это значит где-то в 30-х годах или в 40-х Спасибо за то, что ответили Пожалуйста Расскажи мне про город Артем, чтобы я своим детям рассказала Он стал называться городом В честь Сергеева Федора Андреевича У него был псевдоним Артем Вот и вам на память дарю вот такую открыточку Спасибо большое Чтобы вы побольше узнали Не желаете ответить на пару вопросов Про город Артем Скоро день города Прошлый город, зеленый Свой, родной Люди прекрасные Зелени много Так держать На вопросы хотите? Наш город раньше назывался поселком Забунами В каком году он стал называться городом? А вот этого сказать не могу Возможно в 50-х годах Вы, конечно, не угадали У нашего города есть герб Не смогли ли вы вспомнить, как он выглядит? Тележки там, шахтовые такие тележки И тигр Чтобы вы вспоминали, как мы вас опрашивали Вам дарю открыточку Спасибо, спасибо До свидания Всего доброго Ну что же, опрос подошел к концу И сейчас я попробую сама ответить на эти вопросы На первый вопрос Что наш город раньше был поселком И как он называл? Он назывался поселок Забунный В каком году поселок Забунный стал называться городом? В 1938 Сколько лет исполняется нашему городу в этом году? Ему исполняется 78 лет Ну что же, я хочу пожелать горожанам побольше узнавать о своем городе Артем Город гордости и тишины Артем Город славный и вечный На улицах города все время слышен Крик радости детской, беспечной Субтитры создавал DimaTorzok О, кто к нам пришел? Да, это я Ну что, как прошел твой день на проекте? Мне очень понравилось У нас была встреча с писательницей Ух ты! Потом засняли прогноз погоды Я попробовала себя в роли ведущей Мне очень понравилось У тебя сейчас есть возможность что-то пожелать телезрителям, своим сверстникам, таким же мальчикам и девочкам, как ты? Конечно, я хочу, чтобы они тоже попробовали себя в роли ведущего, корреспондента А ты сама в дальнейшем хотела бы все-таки работать на телевидении? Да, попробовать бы не мешало работать Ну а кем все-таки больше? В литературе или в журналистике? Ну, если честно, то мне вообще бы хотелось работать ученой Ученой Ну вот видишь, какие горизонты для тебя открыла Минута Славы Ну что же, друзья, сегодняшний выпуск завершен Мы с Дариной желаем вам всего только самого хорошего И обращайтесь к нам, станьте участниками рубрики Минута Славы До свидания! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова